Добрый вечер. На Щелоковском телевидении «Диалог о православии». Мы работаем в прямом эфире. И вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятельнику Берликовского монастыря, игумену Евмению Лагутину. Отец именин, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас снова видеть. Поздравляем вас с праздником. Мы всю эту неделю продолжаем праздновать День Святой Троицы, как вот в воскресенье начали. И предлагаю поговорить на эту тему. Событие очень подробно описывается в деяниях апостолов, святых апостолов. Это книга Нового Завета. Предлагаю сначала прочитать этот отрывок, а потом будем толковать. Кому интересно, тоже могут открыть «Деяния святых апостолов», глава 2, стихи с 1 по 18. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждой собственной наречи, в котором родились? Парфяне, и Медяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппаддакии, Понте и Оссии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Керенея и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне? Слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, «Сиеды будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченные пророкам Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть виденья, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Итак, мы прочитали, будем толковать. Наверное, сначала начнем детально. При наступлении Дня Пятидесятницы. Сейчас мы знаем, что Пятидесятница – это как раз праздник День Святой Троицы. Какую Пятидесятницу праздновали апостолы? Ну да, действительно, Пятидесятница – это как бы синоним Троицы. И о какой Троице речь идет, если тогда был ветхозаветный народ израильский, и они праздновали другие праздники, ветхозаветные. В Новом Завете есть праздник Троицы, но, как оказывается, есть Пятидесятницы ветхозаветные. Это тот день, когда народ израильский вышел из Египта, ушел из рабства египетского, пришел на гору Синай, и там Господь дал Моисею, пророку, дал десять заповедей, которые мы сейчас все знаем. Те самые «не убей», «не укради», «не прелюбоса», «твори» и прочие остальные десять заповедей. Вот эти заповеди Господь дал на каменных скрижалях, на каменной плите, которые были нерукотворенно написаны на этом камне. И Моисей, пророк их, принес народу израильскому, и по его внушению весь народ израильский стал соблюдать эти десять заповедей. Вот это происходило именно в 50-й день по исходе из Египта. То есть день Пятидесятницы Ветхозаветной. Наша же Пятидесятница берет отсчет от воскресения Христова. И это 50-й день как раз по Пасхе. Поэтому и там Пятидесятница, и здесь Пятидесятница. Причем это совершается в один и тот же день, календарный день, в один и тот же день, что Ветхозаветный, что Новозаветный. И в этом очень большой смысл мы видим, потому что сам Господь говорит, что я напишу законы свои на сердцах ваших, не на каменных скрижалях, как в Моисею даны были эти заповеди, а уже наша совесть, наше внутреннее нравственное обличение будет показывать, где мы правы, где мы неправы, где мы нарушили закон Божий, где не нарушили. И, конечно же, это данные нам от Бога вразумление, внутреннее, совместная весть, совесть. Вот она должна быть нами хранима, ну как те скрижали были, хранимы народом израильским, каменные скрижали с десятью заповедями. Они специальников чек имели, носили их и зачитывали, то есть их старались никоим образом не повредить. То есть это нам прообраз того, как мы должны в своих сердцах, как в ковчеге завета, в сердце нашем, хранить эти десять заповедей Божьих, то есть нашу совесть. И если она нас обличает, то мы это должны и исправлять. То есть мы должны все-таки стремиться к исполнению этих заповедей. Вот если вкратце, Пятидесятница Ветхозаветной, которую, собственно, исправляли апостолы, и Новозаветная, которая произошла по сошествию Духа Святого на них. Совесть может говорить, да? Но почему у разных людей совесть говорит по-разному? Ну, действительно, многие скажут, а вот там есть вообще люди бессовестные, да? Где же те самые законы, где же те заповеди, заложенные в сердце? Ну, понимаете, вот если брать, допустим, микроскоп и начать колоть им грецкие орехи, он испортится. Хотя грецкие орехи можно колоть спокойно, он тяжеленький такой. Тоже скрипочку, взять скрипку с традивари, и то же самое ей забивать гвозди. Она испортится. Вот совесть – это настолько тонкий механизм, который Господь, ну, наверное, выше всех механизмов, которые есть в человеческом устроении, в душе заложен. Душа, она выше всего мира этого, драгоценнее всего мира. Вот часть нашей души, это совесть наша, ее надо хранить, ее не надо уничтожать. А те люди, которые свою совесть не берегут, и, так сказать, ее уничтожают, конечно же… А как ее можно уничтожить? — Уничтожают, переступая через ее обличение. То есть согрешил, совесть тебя обличила, ты сам себе говоришь «нет, я все равно это буду делать». То есть таким образом ты топчешь эту тонкую ниточку, которая, собственно, связывает, духовно связывает с Господом. Ты ее обрываешь. Следующий раз, следующий раз, следующий раз. — Причем сначала более мелкие какие-то детали происходят, а потом все усилие. — Совершенно правильно, да. Мы в своем падении нравственном, духовном падении, мы, так сказать, ну если вверх мы от силы в силу поднимаемся, то здесь от греха к греху мы все больше и больше падаем, и все тяжелее и тяжелее грехи становятся. Мы это видим на людях деградирующих. То есть сначала мы все были в детском саду, все были одинаковые детишки. Но потом кто-то стал бомжом, а кто-то стал каким-то духовным человеком, священником, кто-то и святым человеком стал. Вот почему такое разделение? Потому что кто-то шел по пути сбережения, очищения и усиления своей совести, а кто-то, наоборот, ее топтал, распинал, уничтожал, чтобы она не мешала ему грешить. И в конце концов пришло. — То есть какие-то крупные преступления, они не спонтанно совершаются. То есть это все равно нарастало. — Да, действительно, сразу человек не может к убийству взять и убить. Он постепенно к этому приходит. Он учится сначала гнев, осуждение. Ложь, обман, гордость. То есть сначала человек внутренне начинает позволять себе допускать то, чего позволять нельзя ни в коем случае. И вот эти шаги вседозволенности, позволения себе всего, они приводят к убийствам, к насилию, к воровству, к грабежам, в том числе и к богохульству. То есть человек таким образом сам себе разрешает деградировать. — То есть наша установка жизненная, что нужно позволить себе все, что должен быть комфорт, мы все же ищем себе комфорта, чтобы нам было хорошо. Это неправильно. — Мы должны, да, перво-наперво определиться с целью нашей жизни. Куда мы должны прийти в итоге нашего пути жизненного. Он ведь закончится так или иначе. Сколько веревочки не виться, она все равно закончится. Вот здесь то же самое касается нашей жизни. Она тоже закончится. И мы сейчас, встав на путь нашего жизненного движения, мы должны определиться, в какую сторону идти. Всего два пути. Либо самоугождение, либо угождение к Богу. Третьего нету, ничего. — А самоугождение, это мы на самом деле не сами себе, да? Либо мы с бесом, либо с Богом. — Нам подсказчики, да. У нас подсказчиков огромное количество. Причем им там 7,5 тысяч лет от сотворения мира. И бесы тогда были сотворены, собственно, как ангелы, тогда еще не падшие. И у них опыты огромные. И количество возможностей самоугождение человека, они за эти 7,5 тысяч лет уже множество насобирали. Они подсказывают, а теперь вот так попробуй, а теперь вот это. А теперь там выпей, теперь покури, а теперь уколись, а теперь там соблуди, обожди. — То есть в каждой нашей мгновении жизни мы всегда стоим перед выбором. Либо мы поступаем по Божьему, да? Либо уваждаем бесом. — Да, и у нас вот этот вот такой бой, конфликт, он внутренний. Это потом мы его выносим уже наружу. То есть сначала мы боремся со своей совестью, через которую Господь нам покажет. — С мыслями, с помыслами, да? — С внутренним, да. Такой диалог внутренний идет. То есть, ну, сделать не, не буду, или сделаю, а все-таки хочется, да? Но нельзя, да? Вот это внутреннее колебание какое-то время продолжается, а потом человек либо утверждается и не делает, либо ломается, ослабевает и начинает делать. — Нужно, да, людям обратить на это внимание, вот эта мысленная борьба? Ведь на самом деле большинство людей даже не задумываются, что происходит. Они же будут, мысль пришла, они делают, да? Ведь на самом деле очень интересно вот это смотреть за своими мыслями. — Ну, на самом деле наше сознание, как контролер, да, такой внутренний и внешний, контролер наших поступков внешних, это же сознание является контролером наших поступков внутренних. То есть о чем мы думаем, о чем мы чувствуем, о чем мы желаем, что нам нравится, что нам не нравится, это также в области сознания нашего находится, и сознание должно четко контролировать. Вот это нам полезно. Зачем, собственно, сознание нужно? Мы сознаем, вот это полезно, а вот это не полезно. Вот это хорошо, а это плохо. Он как в том стихе «Что такое хорошо, что такое плохо?» Это фактически, вот речь об этом идет. И если мы свое сознание затуманиваем, ну, например, пьянкой, вот человек напился, сознание отключилось, да он в этом пьяном угаре, что угодно может сделать, потому что он уже не контролирует ни своих поступков, ни слов, ни желаний, ни чувств. — Да это даже не обязательно, да, пьянка. — Это как один из примеров. Может сознание затуманится чем угодно. — И тем же телевизором, суетой какой-то, да? — Привычками, телевизором, каким-то состоянием души, ну, либо унынием, почему человек там в петлю лезет, да, суицид совершает, либо гневом, почему человек поднимает руку, даже на своих близких, там, мать, отца руку поднимает, или на детей, почему человек ворует, у своих близких даже ворует. То есть это затуманивание сознания, которое ему говорит, что это плохо, это хорошо. То есть совесть и сознание, они совместно, так сказать, работают, если не сломан этот механизм. Если механизм совести отключен, можно так сказать, от сознания, то сознание уже просто начинает думать уже о другом. Как себя в той или иной ситуации более выгодно повести? Ну, то есть если человек уже выбрал путь самоугождения, не бога угождения, а самоугождения, то его сознание начинает контролировать его шаги в другую сторону совершенно. Не в сторону спасения, а в сторону погибели. И человек начинает уже так. А вот здесь мне лучше украсть так, чтобы меня никто не увидел. А вот здесь мне лучше, так сказать, отомстить так, чтобы никто об этом не узнал. То есть сам себя человек начинает уничтожать. К сожалению, тем же самым сознанием, тем же самым механизмом самосохранения, но у которого отнята совесть. Все, человек начинает разрушаться. И в итоге приходит к полной деградации, хотя поначалу-то он думает, что все будет хорошо, а вот сейчас я только здесь, только вот там, только вот тут разрешусь, разрешу себе вот то или иное сделать, а потом опять стану хорошим. Ничего подобного. Как только человек встает на этот путь, он начинает скользить вниз. И чем больше он в этом состоянии находится, тем быстрее соскальзывание происходит. А как на любой горке, если ты разогнался, попробуй-ка ты себя остановить. Уже не остановишься. Очень трудно затормозить. И это примерно у тех же пьяниц. Ну как вот человек, вначале начинающий пить, ему легко остановиться. Но если он пьет уже много лет, попробуй-ка его останови. Ну, самый такой наш грех, да, который присущ, наверное, всем людям фактически, да. То есть про пьяниц не каждый, да, там и воровство, может быть, кто-то далек. Но то, что всем нам присуще, это осуждение. Ведь в нашей голове постоянно помысл осуждения. Это там не так одеты, это не так. Мы все время кого-то контролируем, но не себя. Да, здесь сознание работает, опять же, против нас, против нашей же совести, против нашей души, против нашего спасения. То есть оно нас убивает. То есть мы сознаем других, и в этот момент мы себя не сознаем совершенно. Мы привыкаем к этому, да, мы живем в этом. Но оно не может не работать, сознание. Понимаете, вот душа, она вечно, и она постоянно движется. Даже во сне, когда тело отключается, душа все равно в движении находится. Ее невозможно остановить. Она такая вот субстанция души, что она не может остановиться и не двигаться. Мы вечерние молитвы для этого читаем, чтобы Господь нам помог нашу душу. Чтобы и во сне душа была под контролем Духа Святого, да. Поэтому, когда мы в себя перестаем, то есть отключаем свое сознание от себя, оно продолжает работать, но уже на других. Оно других начинает контролировать. Хотя бессмысленно это. Мы же не можем других отменить. Как будто в мусорном ведре рыться в помойке, да, чтобы рассматривать других людей. Я бы не так сказал. Вот ты живешь сам в помойке, но вместо того, чтобы свою помойку убрать, ты почему-то смотришь на помойку других. Продолжай жить в своей помойке. Ее даже пальцем не касаешься. Не убираешь ее, не чистишь, не выгребаешь. А вот копаешься в другой человеке и даже не помогаешь ему, а еще больше его топишь в этом мусоре, в котором он живет. Поэтому, конечно же, надо правильно пользоваться совестью, надо ее беречь. Надо правильно пользоваться сознанием. Нужно ее в правильное направление давать своему сознанию. Надо свою душу контролировать. Если мы этого делать не будем, она начинает деградировать. У нас есть звонок. Послушаем. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем. Отец Емени, добрый вечер. Добрый вечер. Благословите. Бог благословит. Хотела бы задать такой вопрос. Что такое посмертное мытарство? Как правильно нам их понять, как правильно подготовиться? Спасибо. Спасибо за вопрос. Про мытарство, да? Мытарство, да, посмертное. То есть мы привыкли жить в этом мире, так сказать, сами себя оправдывая. Сделал что-то плохое. Да, ну ничего, это как бы незаметно, это все простится. Это обычная фраза у верующих. Господь милостивый простит. Простит Господь, если мы покаемся и принесем достойные плоды покаяния, да? Так вот, этот мир, он не вечен для нас. Мы здесь, как в школе, как в таком учебном заведении, где мы сдаем какие-то свои экзамены. Как правило, они иногда болезненные, иногда сложные, терпение. Отчего мы должны научиться? Вот, и в этой школе мы учимся той самой нравственности, духовной жизни, которая нас ждет после смерти, после сдачи экзаменов. То есть, когда человек умирает, он отделяется от тела, душа его отделяется от тела, и начинает отвечать, так сказать, генеральный экзамен сдает, да? За всю свою жизнь ей представляются те поступки, которые за нами записываются каждый день, каждую секунду. Что мы делаем, что мы говорим, что мы желаем. То есть, вот это все записывается. И одну книгу, книгу грехов человеческих ведут бесы, они записывают за нами. Причем сами нас науськивают на тот или иной грех. И потом с радостью его вписывают в эту книгу греховную. А вторую книгу, книгу добрых дел ведет ангел. Он нас научает добрым делам, помогает нам и с радостью вписывает в книгу нашей жизни, добрые наши дела. Соответственно, когда мы начинаем после кончины, начинаем подниматься на небо, встает тот самый лукавый бес и зачитывает наши грехи. И говорит, а он не достоин жизни на небе в Царстве Небесном, он достоин жизни в аду. Вот его грехи. И это и есть мытарство. Когда нам предстоит пройти ступеньки, их там несколько десятков ступенек, на каждой из которых нас будет стоять и ждать определенный бес. Без чревоугодия, без гордости, без тщеславия, блуда и прочих, там, сребролюбия. Их вот, по-моему, 30 ступенек, 33, по-моему. Соответственно, на каждой ступеньке нам будут представляться те или иные грехи, гнева или осуждения, уныния, прознословия, ненависти к людям. То есть мы за все это будем отвечать. И в этом, собственно, и состоит основной смысл мытарств. Но если мы, совершив грех, исповедуем его, покаемся в нем, то он к нашей радости стирается с книги греховной. То есть этот грех нам не поменется на мытарствах. А вот добрые дела, они остаются в книге жизни. И, соответственно, на каждом из этих мытарств добрыми делами мы можем как бы откупаться, как бы покрывать своими добрыми делами тот или иной грех. Ну, грубо говоря, если мы кого-то осудили, но дали милостыню кому-то, то милостыня покрыла грех осуждения. Если мы кого-то там ударили, прикладство такое было, и не покаялись. Но было доброе дело, когда мы кому-то помогли, может быть, даже и спасли жизнь ему. То это доброе дело покрывает этот грех. И так далее. Если мы где-то чревоугодничали, но потом постились, это тоже взаимозачетом идет. Но это суд нечеловеческий, это божественный суд. И поэтому я только как бы условно проговариваю то, что нас там ждет. Поэтому к этому суду нам надо обязательно готовиться. И, собственно, для этого мы здесь и живем, и учимся в этой школе жизни, чтобы на мытарствах хотя бы на троечку сдать и пройти. В мир духовный не в ад, а все-таки в Царство Небесное попасть. Соответственно, для этого есть и заповеди, эти самые 10 заповедей, есть и совесть, есть и нравственные законы нашей жизни. Это то, что нам помогает в дальнейшем пройти мытарство. Это те наши подсказчики, которые нам дают возможность потом не попасть в ад. Да, как вот сейчас вы говорите, например, одно, и мы тоже покрываем другим. И как кто-то из святых отцов сказал, да, дорого не начало, дорога не середина, а дорог конец. То есть это для нас очень важно, чтобы мы исправляли свои поступки. Ну, действительно, Господь сам говорит, откуда эти слова святых, из фразы Божьей «в чем застану, в том и сужу». Вот Господь застанет нас в покаянии, мы будем прощены, потому что всякого кающегося Господь принимает. Господь застанет нас в каком-то добром делании, в молитве или причастии, или еще что-либо доброе делать. Человек может во время, так сказать, перед своей кончиной. И Господь из-за этого его, так сказать, наградит. А Господь застанет нас в том же пьянстве, сколько людей погибает во время угара пьяного. Вот в пьянке Господь его застанет. Ну что, какая участь его ждет, понимаете, да? А как можно спасти такого человека? Ну, если человек уже закончил свою жизнь, вот так, по своему неразумию, как-то так вот попал, да, что называется, в такую ситуацию тяжелейшую для него, здесь остается только одно – вымаливать его. То есть молитва праведника… Сам уже ничего не может делать? Сам уже молиться за себя не может. Добрых дел, которыми может покрыть этот грех, не может делать, потому что там уже дела завершаются. Там мы уже делать ничего не можем, кроме молиться за живущих в этом мире. Это единственное, что могут умершие, да? Сами за себя молиться не могут, сами добрые дела делать не могут, но молиться за своих родственников и близких, живущих в этом мире, они это могут делать. И поэтому для того, чтобы им помочь пройти мытарство и все-таки избежать адских мучений, мы должны за них молиться. То есть нашими молитвами и делами добрыми в память о них мы можем им, так сказать, протянуть руку помощи и таким образом покрыть часть их грехов. То есть можно даже вымылить, да, человека? Вымаливаем, конечно, да. А вот еще такой вот сейчас грех наш повсеместный, особенно, наверное, женского пола, да и мужского. Сейчас у нас жара, наш вид внешний, насколько греховен наши шортики, маечки по улице ходящие? Ну, конечно, это не подобает, не подобает так ходить людям, потому что это искушение, это подталкивает любой противоположный пол на какие-то искусительные мысли, мысли о блуде, да. И если есть совершенно четкие каноны одежды, одежды, которые там должны закрыты быть определенные части тела, должны быть скромные, неброские какие-то такие моменты в одеянии, то есть не привлекающие, так вот вызывающие к себе внимание, то это же не просто так. Ну, посмотрите на иконочках, как одеты святые, как одет Пресвятая Богородица, как Господь, как святые угодники. На иконах ведь мы не видим там каких-то раздетых, но если только мучения показывают их, да, только на мучениях, и то это не по своей воле они так были разоблачены, да, именно мучители их, чтобы таким образом еще больше усилить их мучения. Поэтому мы должны брать пример с святых, а не с голливудских звезд или там с каких-то журналов каких-то модных там или чего. Это все действие бесовское. Мы все-таки должны брать пример с церкви, в которой содержатся те истинные нравственные моменты, которые нам помогут пройти экзамены после смерти. Да, и в этом надо покаяться, да? Если мы согрешаем такими открытыми одеждами, мы должны в этом обязательно принести покаяние, и изменить, изменить свой вкус, свои одежды привести к подобающему публику. У нас есть звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Добрый вечер, батюшка, благословите. Добрый вечер, Бог благословит. Добрый вечер, Галина. Да, добрый вечер. Меня зовут Анастасия, у меня такой вопрос. Чем грозит, какие последствия у нераскаянного греха аборта и какая ответственность лежит на мужчине? Спасибо. Благодарим за звонок. Спасибо, Господи, да. Нераскаянный грех аборта приравнивается к убийству. То есть вот если человек, ну, казалось бы, хороший, добрый человек, никого не убивает, да, вот часто спрашиваешь впервые приходящих на исповедь, ну, какие вот у вас грехи есть? Ну, он там, ну, может быть, осудил, раздражился там, может быть, кого-то обманул. Я говорю, ну, никого не убивали? Да нет, нет, ну что вы, батюшка, нет, мы же не убийцы. А аборты были? Были, да, да. Только это же убийство. Как? Для многих это вот откровение, что называется. Это убийство, причем убийство ребенка собственного, свое собственное чадо, без всякой жалости, просто, как говорится, ножом, да, вот просто раз, и расчленяют все, и выбрасывают фактически его тельце. Это, конечно же, очень страшный грех, и в дальнейшем матери такие очень сильно это ощущают, потому что пустота на душе, которая образуется после этого греха, она многие годы потом мучает женщину. Поэтому все, кто не прошли, и, так сказать, у кого есть какие-то поползновения в эту сторону, не вздумайте. Вы себе навредите, своей душе навредите настолько, что очень трудно потом будет их вымаливать. Ну, естественно, тот мужчина, который участвовал в зачатии, да, ребенка, и который знал о аборте, то есть в совещании, так сказать, участвовал в этом. Бывает, женщина и без мужчины. Мужчина, может быть, был за, да, чтобы ребенок родился, но женщины часто не хотят. Тогда мужчина тут как бы не виноват, ну, вот тут уже сама женщина берет на себя такую ответственность. А если мужчина знал и не возражал, то он тоже соучастник этого убийства. То есть вы создали такую вот, ну, как бы сказать, компанию по убийству собственного чада. Договорились, обсудили, пошли и сделали. Все, даже, так сказать, по нашим человеческим меркам это выглядит очень некрасиво. А в духовном смысле это просто такой, ну, тяжелейший грех, который очень трудно потом вымолить. Но вымолить можно. Главное прийти на исповедь, покаяться и почитать покаянные каноны. Ну, то есть то, что батюшка скажет, там нужно эпитиме понести, которое, во-первых, облегчит вот это вот страдание духовное, потому что мать очень сильно страдает, потому что это рана такая кровоточащая, рана души, аборт. Это, наверное, и на последующих детях сказывается? Ну, действительно, то есть мать, которая убила в собственном чреве дитя, вместо того, чтобы быть источником жизни, стала гробом, да, то есть источником смерти стала. И всякое другое чадо, которое рождается после аборта, оно, естественно, несет на себе этот отпечаток. То есть, конечно же, грехи родителей на детях до седьмого колена. Это в Библии сказано. Поэтому другим детям, рождающимся, если вообще она может потом после аборта еще родить, а может и бесплодной стать, то другим детям, конечно, достается очень много за грехи родителей, и они будут потом расплачиваться своими слезами за это. Об этом тоже надо не забывать. То есть вы решаете не только за себя, но и за будущих своих детей. А грех этот полностью, да, сотрется, если человек придет, раскается в нем, расповедуется? Всякий грех прощается, как сказано в Священном Писании, кроме самоубийства только. И хулы на Духа Святого. Вот, собственно. Хула – это наше неверие, да? Хула – это отрицание истины. Вот человек видит, что это истина, а Дух истины – это Дух Святой, да? Человек понимает, что это истина, но хулит. Вот это и есть хула на Дух Святого. Ну, если брать евангельский текст, в каком случае Господь это сказал, это когда иудеи говорили, что в нем Дух Сатаны, в Господе Иисусе Христе, не Дух Божий, а Дух Сатаны, но это просто вот на белое, говорит, черное. Солнце, оно – черное пятно, да? Не свет, не тепло, а холод и тьма. Вот так и здесь. Поэтому явная истина, поруганная – это и есть хула на Дух Святого. У нас есть еще звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Галина, здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в храме где можно поставить свечи? За здравие, а где можно за упокой? Храм имеет множество икон и один такой столец. Канон называется, такой прямоугольный столик, на котором свечки ставятся с крестиком, с голгофой. Это о упокоении. Много-много свечек. Много свечек, да. Там голгоф, и крестик стоит, Господь распятый. И вот на это единственное место, куда ставится о упокоении. Все о здравии, все остальные, подсвечники около всех других иконочек, или креста Господня, или каких-то мощей есть. То есть везде, где нет канона, а упокоения везде, мы ставим о здравии. То есть это в различных случаях. Николаю Годнику какие-то помощи в делах. Там великомущик Пантелеймон и Луке о войне снецком, о здравии, Богородице, о семье или еще о каких-то проблемах. То есть там уже преподобно Сергею о учебе или в разумлении. Ну, в общем, там дальше уже кто, как говорится, во что гораст. А упокоение – это одно все место. Это вот такой столец с многими свечами, с крестиком. Изображенным также крестиком он там на этом столике Голгоф стоит. Ну, а вообще любой святой, да, можно с любой просьбой обратиться? Не обязательно? Ну, конечно же, все святые нам помогают при нашем обращении к ним. И, конечно же, это уже наша немощь, когда мы вот к одному там за этим, к другому за тем. Но так как все святые стоят перед престолом Божиим, то они могут передать любую нашу просьбу Господу. Собственно, помогает не сам святой. Он обращается с просьбой ко Господу, и Господь уже помогает тому человеку, который молится ему. То есть Господь всесилен. Святые – это наши проводники, это те, которые ходатайствуют за нас пред Господом, пред престолом Божиим. Вот это надо помнить. Но они все ходатайи могут любую нашу просьбу принести к престолу. Ну, а вообще люди часто заходят и, не знаю, разбегаются глаза, даже поставят за здравие. Вот что можно посоветовать? Наверное, в центр пройти, да? Ну, у нас, да, прежде всего это ставится к праздничной иконе. То есть центральный аналой, там иконочка, ну, сейчас, допустим, там схождение Духа Святого на апостолов, там Троица или, не знаю, воскресение Христово, воскресные дни на Пасху. Вот там ставим к празднику свечку, а потом уже к тем святым, ну, Матронушка, Лука, Николай Угодник, Превдобный Сергий, Серафим Саровский. То есть там дальше уже вот Богородицу обязательно надо не забыть, конечно, поставить, Матери Божией как же. То есть вот дальше уже все. Каждый, как сказать, разбредается в свой уголочек, в свои иконочки. Можно в двух-трех словах рассказать людям, потому что, ну, наверное, многие даже люди не знают, что же делают в храме? Только свечки приходят, ставят? Ну, действительно, да, храм такое таинственное место, которое не всякий человек даже понимает, что в нем делать-то. То есть и даже чувствует себя как бы не в своей тарелке, да, особенно впервые попавший в храм. И, наверное, это правильное ощущение, потому что храм – это такое небо здесь на земле. То есть мы еще не привыкшие, да, непривыкшие к небесному жительству входим в небо, уже еще будучи в этой земной жизни. И чувствуем себя вот как-то, ну, как-то так не в своей тарелке. Но зачем мы на небо приходим? Только для Богообщения. Здесь нету в храме, нету, это же Дом Божий, здесь нету магазина по раздаче подарков. А вот мне машину, квартиру, работу, жену там или мужа там, еще чего-то. Это не магазин. Это место Божьего пребывания. Это Дом Божий. Мы приходим к Богу зачем? Но прежде всего, прежде всего, как это опять же сам Господь в Евангелии говорит, для поисков Царства Небесного. Ищите Царство Небесное. Для этого мы приходим прежде всего в храм, чтобы найти дорогу в Царство Небесное. Это же самое важное. А все остальное приложится, уже вот то, что я перечислял, там, машины, квартиры, там, супруги или еще что-то. Это уже вторично, первично вот то, о чем сам Господь говорит. Красной нитью через все Евангелие проходите. Ищите Царство Небесное. И, конечно же, там, где Бог пребывает, там происходят таинственные преобразования человеческого естества. Таинственные, в смысле, необъяснимые человеческим умом. Ни наука это объяснить не может, ни философия, ни искусство, ничего. Таинство Божие. Таинство причастия тела и крови Христовой. Каким образом Господь преломляет хлеб и вино в тело и кровь? Никто не понимает, но это факт. Каким образом Господь соединяет мужчину и женщину, и, получается, муж и жена? Никто не знает. Каким образом Господь при крещении рождает душу из плотской и делает ее духовной? Никто не знает, но это происходит. Соборование и прочее, все семь таинств, они содержатся в храме, в Божьем. Для этого мы в храм приходим. А свечки, ну, это, так сказать, вторичное. Это то, что мы, как дети, можно сказать, первое, что мы узнаем. Ну, вот свечки поставить, ну, записочки подать. Ну, потом помолиться. Ну, потом уже таинством приступить. То есть, вот это такое пошаговое вхождение в духовный мир, оно, я думаю, правильно, и так и надо делать. Какая обязанность на всех нас, христианах, когда мы крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа? Ну, для нас обязанность одна. Это помнить вот эти слова, которые Господь говорит всем нам. Кого я послушаю, Господь говорит? Того, кто меня послушает и исполнит слова мои. Тот, кто исполнит те заповеди, которые Господь сказал в Евангелии. И это, собственно, при крещении мы и даем обещание, что мы будем исполнять заповеди Божьи, мы будем жить как христиане. Что значит христианин? Это тот человек, который следует за Христом. Следует как? Ну, не философски, теоретически, а фактически. Вот Христос терпел немощи других, и мы должны терпеть. Христос страдал за других, и мы должны страдать за других. То есть, вот это копирование, скажем так, жизни Христа и есть христианский образ жизни. Вот для этого мы и крестимся. И, кроме того, крещение открывает перед нами двери Царства Небесного. Потому что без крещения, без рождения от воды Духа Святого, человек Царства Небесного не увидит. Не то, что не войдет, даже не увидит его. Даже приблизиться не сможет. Настолько оно отдалено от всякого человека некрещенного. Вот это надо тоже помнить. Это все слова из Священного Писания. Вот этот дар Святого Духа, который мы начали передать еще, День Святой Троицы, Зан Сосшествие. То есть, для нас тоже вот этот Дух, да, сошел во время крещения. К каждому из нас. Но мы же не были в День Пятидесятнице в Иерусалиме, да, вместе с апостолами. Мы тогда еще были не рождены. Но каким-то образом мы тоже должны быть приобщены к этой благодати Духа Святого. И поэтому апостолы их, этот дух, благодать Духа Святого передавали через свое рукоположение. То есть, они являлись сосудами, носителями благодати Духа Святого и возлагали руки на тех или иных, передавая определенные дары Духа Святого. Священство, епископство, диаконство. Но если человек не хотел становиться, допустим, епископом или священником, ему все равно была необходима благодать Духа Святого для жизни просто духовной. Для того, чтобы просто жить семейной или каким-то другим, монашеской жизнью. Этот дар они передавали через миропомазание. То есть, они определенным образом освящали мир и давали, либо сами помазывали, но когда церковь увеличилась до таких размеров, что им уже 12 апостолам невозможно было тысячи просто крещаемых помазывать, они это предоставили уже своим ученикам, ученикам апостолов, а те уже своим ученикам. И миропомазание происходит и до сих пор с каждым из крещаемых. То есть, через таинство миропомазания мы обретаем благодать Духа Святого. Она на нас сходит, как Пятидесятницу сошла на апостолов. То есть, для нас это праздник Пятидесятницы, когда мы крестились. Вот это удивительный момент, который мало кто знает, кстати. В момент крещения ребенка происходят два таинства. Первое таинство крещения, когда пускает ребеночка в воду трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. И второе, это когда его мира помазывают. Это второе таинство. То есть, два таинства одновременно в момент крещения происходит. У нас есть еще звонок, послушаем. Да, конечно. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Галина. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. У меня есть вопрос. Почему курение является грехом? Спасибо. Спасибо, Господи. Действительно, курение причислено к греху. Почему? Потому что это такая форма чревоугодия. Чревоугодие – это грех. Мы можем угождать своими чревочем. Едой, питьем, вдыханием, в том числе вот этих сигаретных всяких дымов. И грех этот заключается в том, что он противоестественный. Человек не создан для вдыхания дыма. У него нет для этого необходимости. Он, наоборот, создан для вдыхания чистого воздуха. А дым нужен ему для чего? Для того, чтобы наркотические вещества попали в наш организм и сделали свое дело. Они не такие сильные, как, например, при более жестких наркотиках. Но все равно они есть. Никотин – это тоже наркотик. А любой наркотик – это грех. Соответственно, и вдыхание дыма с наркотиком – это тоже грех. Поэтому, так как любой наркотик уничтожает сознание человека, его задурманивает, то, о чем мы в самом начале передачи говорили, сознание, контроль над душой, над делами человеческими теряется, то это, конечно же, ведет к дальнейшей цепочке грехов. То есть от этого греха – следующий, следующий, следующий грех. Поэтому в черевгодии в виде курения себе не надо позволять разрушать свое естество. Кроме того, мы знаем просто физиологический вред, наносимый вред нашему естеству курением. Это легкие, это сосуды, это сердце. Ну, вот понимаете, это же мы сами себя убиваем. То есть медленное такое самоубийство – тоже грех. Да, кроме того, у нас появляется зависимость. А то, к чему мы привязаны, кроме Бога, то есть эта зависимость, она уже греха. Да, да, да. Не хочешь страдать – не привязывайся, говорят святые отцы. Вот здесь зависимость наркотическая от сигаретного дыма, она делает нас рабом этой дурной привычки, что тоже является грехом, конечно же. Есть еще звонок, послушаем. Да, да, конечно. Добрый вечер, батюшка Благословитель. Добрый вечер, Бог благословит. У меня такой вопрос. Почему в Евангелии много притч? Почему Господь говорил притчевый? Благодарю. Спасибо, Господи, за вопрос. Значит, ну, действительно, мы знаем множество притчей о Царстве Небесном, и о наказании, и о каких-то других моментах, связанных с сердечным устроением человека, да, притча о сеятель, например, о Слове Божием. И почему Господь не открытым текстом, а о притчах? Потому что народ, к которому обращены эти притчи, он был достаточно прост в своем жительстве. То есть это были крестьяне, это были рыбаки, это были ремесленники. И им высоким слогом объяснить было невозможно. Поэтому Господь для того, чтобы им донести вот эти величайшие тайны устроения души человеческой, или устроения Царства Небесного, или каких-то пророческие моменты, Господь это в притчах излагал, чтобы люди через притчи приобщились все-таки этим знаниям, чтобы они не были для них совсем закрыты. Кроме того, через притчи человек учится думать такими аллегориями, то есть отрываться душою от плотской жизни. Через притчу человек начинает размышлять духовными образами. И эти духовные образы ему дают возможность иначе смотреть на свою жизнь. Не плотскими образами, а духовными. Человек научается жить, думать и внутренне, так сказать, создавать какую-то цель жизни, отрываясь от плоти, отрываясь от телесных каких-то грубых таких вещей. Притчи это очень тонкие, мудрые и духовные вещи. Ну да, может быть, даже так тоже можно толковать, что Господь говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Те желающие, они все слышат, а другим людям, которые не желают слушать о Боге, чтобы не было это потом в осуждении. Ведь когда Господь, да, Господа тоже спрашивали, Он не говорил, да, это я, Он тоже говорил, ты говоришь, да. И в данном случае, может быть, тоже, чтобы на страшном суде человеку не было... Ну, не так с него спрашивать, да, строго спасить. Ну, конечно, потому что кому много дадено с того, много спрашивается. Это, опять же, слова Божии. И поэтому притчи, они сокровенно предоставляют нам возможность прикоснуться к тайнам Царствия Божия. Если мы не хотим, то мы это просто пропускаем мимо ушей, и, может быть, не так строго с нас за это будет спрошено. У нас не очень много времени осталось, да, осталось там две минуты. Вот вам заключительное слово, пожалуйста. Пожалуйста, какой для нас, вот, должны мы для себя сделать вывод из праздника Святого Духа, Дня Святой Троицы, Святого Духа здесь же, и скоро апостольский пост с понедельником, что всем нам благословение? Ну, во-первых, День Пятидесятницы, Святой Троицы, это является таким праздником рождения Церкви Христовой. Да, Дух Святой сошел на апостолов и через них на всех нас, и мы таким образом были приобщены к благодати Духа Святого. Была создана Церковь, движимая Духом Святым. Поэтому всех вас поздравляю с Днем рождения христианской церкви. Во-вторых, конечно же, это величайшая благодать, о которой Серафим Саровский говорил, что вся цель жизни христианской – это стяжание благодати Духа Святого. То есть мы всю жизнь должны на это положить. И эту ценность хранить в своей душе и приумножать, что вам всем также желали. А как мы ее должны благодать? Как мы можем ее? Стяжать ее только исполнением заповедей Божьих, ну и через таинство, конечно же. И меняться покаянием, да? Покаяние в любом случае, так как грех препятствует проникновению благодати Божьей в душу, прежде чем благодать войдет, мы должны грех оттуда убрать. Тогда благодать входит и распространяется по нашей душе, и укрепляется в ней. А если же душа заполнена грехом, не входит благодать туда. То есть понять, что неправый не весь мир вокруг, а именно мы. Ну да, вот как с тем солдатом, который идет не в ногу со всей ротой. Все идут в ногу, он один не в ногу. Кто виноват? Он и виноват. Вот это надо тоже понимать и через это видеть свои ошибки. Научаться видеть. Ну и по поводу поста, конечно же, он не такой строгий, он достаточно короткий пост. Но тем не менее, это пост в память о страданиях первоверховных апостолов Петра и Павла, которых убили в один и тот же день. Только одному отрубили голову, а другого распяли на кресте. Вниз головой Петра таким образом убили. И в память о их страданиях, о их проповеди, мы также должны понести какие-то сложности, трудности. Вот этот пост накладывает на нас как раз такое вот делание, доброе делание. Ну и он нам помогает бороться с нашими привычками дурными, чревугодием, расслабленностью, рассеянностью и сластолюбием, в смысле развлечений. Постарайтесь поменьше развлекаться и поменьше удовлетворять свои низменные какие-то потребности. Да, и благословения ваши, пожалуйста. Помощи Божьей вам всем во время этого поста Петра и Павла и всяческих духовных откровений от Господа. Да, даст Бог мы еще с вами поговорим. Вот на сегодня-то все. Благодарим батюшку, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания.